Мира. Ко мне в гости пришел Дима, а к нему в гости пришла Мира. Мира оказалась важнее. Мира заняла весь диван. Только давай меня не пачкай, ты с улицы пришла, подруга. Она-то по снегу ходила. Ложись. А я, ложись, я тебе сниму. По снегу, не по снегу, а вот уже заляпала меня. Ничего, очистишь. Я хочу, знаете, что снять. Ну-ка, ляг как-то лежала. Иди сюда, Мирка. Кыш, кыш, кыш. Иди сюда. Я хотел снять. Ложись. Нет, лежи. Знаете, вон солнышко, да? И оно как раз попало на ухо Мирки и стало просвечивать. И ушко стало красное. А я вспомнил. Помните был фильм? Вождь краснокожих. Так вот тоже вождь. А это у нас вождь чернокожего или черно-белокожего. Ну давай, прыгай. Прыгай. Ну, быстрее. Разгончик надо брать. А, сюда-то, конечно, мы умеем. Иди. Иди, давай быстрее. Разгончик. О, умничка. А тут уже один шаг и все. И там уже печенюшки. Вон они. Ну, что ты сейчас научишься. Да, она уже знает, что ее учить. Мы поэтому стулья и задвигаем сюда. Вон, видишь, у нас все задвинуто. Тут уже все известно. Это просто ты сейчас пришел. Вот мы выдвинули для тебя. Садись давай ее с этой. Сгоняй. Ну что, я согнал. Я на диван. А ну, дай как бы ее снять так, чтобы она вот... Все, уходи, мой диван. Да уйди. Да не уйдет она. Все, вали. Чтобы ушко ее так солнышко попало. А я сниму. Дим, подожди. Что наглая такая? Она наглая. Она, знаешь, еще гладить ее скажет давай. А если ты не будешь гладить, она тебе начнет... Кыш. Кыш. Ну, а так она нежненькая, смотри. И такая, знаешь, под мышку залезет, хвостиком вельнет. Ну, как ей откажешь? Нет, ну был бы я не в чистой одежде, а может быть и... А что мы тебе пропылесосим, если там какая волосинка будет? Ничего страшного. И знаешь, слежу я, проверяешь, вот рядом телевизор, комментарий. Она подлезет под мышку, потом... А я специально руки это не кладу на нее, не гладу ее, потому что стоит только ее погладить. Все, она начнет тогда и дальше, и дальше, и потом опа. И уже она на голове у тебя сидит. Вот сейчас ты ее не трогал? Ну что, мадам... Вождиха, или как ты... Как тебе назвать? Предводитель, предводительница, да? Марсика, Мирки и Лирика. Ой, Мирки. Марсика, Жорика и Лирика. Ну да, и Мирки тоже. Ты и своя предводительница. Предводительница своего живота. Вот, она его предводит сюда в порядок. Как только он ее чуть-чуть опустевает, она тут же начинает заполнять его. Чем угодно. Ну что, будешь с нами сидеть, да? А видишь, что выбирает, да? А хвостик-то, посмотри-ка. А видишь, чтобы солнышко вон сюда светило? Она же любит нас солнышко. Говорит, давай-давай, хвостиком повиняй. Ну, Мира. Все. Хвостиком. Ну? Нет, на заказ не действует. Ну, когда ей что-то надо, она подойдет, особенно на кухне. Хвостиком вельнет. Глазки такие вот томные. Это можно назвать хвостиком. Состроит. А ты знаешь, это самый большой хвостик в нашем доме. После Лирика, конечно. Ну да. Если у Лирика слышит хвостище, я бы сказал, пропилен, как у Карсена, то у Мирки, конечно, на втором месте, потом у Жорика, а у Марсика вообще нет хвостика. Марсик. А вот он, знаете, как он. Видишь, как двигается? Прикольно так. Мирка. Это мне чувство. Мирочка. Вот сейчас буду гладить ее. Мира. Все, хвостик перестал. Сейчас не глажу. Ну что ты? С чем он у тебя связан, хвостик, а? Скажи человечеству. Чем он управляет? А лежит-то как красивый. Мируська. Ты у нас самая и красивая, и нежная, и самая потешная, и самая стройная. Все в ней. У нее талия. Видишь, какая она? Дима, посмотри, какая талия. Нравятся тебе такие талии? Знаете, какая? Жирненькие. Ну нет, талия у нее... Что надо. Вот, вот отсюда сейчас сниму. Пятнышко мешает. Если это не пятушка, было бы видно хорошо талию. Полнет ее. Да. Полнит. Пятнышко ее полнит. Пятнышко все виноват. А так она худенькая девочка у нас. Да? Мируська. И вот эти вот пиратнушки тоже, они мешают нам определить истинное положение вещей. Я сейчас буду рассказывать, что-нибудь. Она будет глазки закрывать, убаюкаться. Да, я сам уже в боюкался. И ты тоже поспи. Баю, баюшки пою, не ложись на краю. Придет серенький лирок и ухватит за бочок. За колбасу. За колбасу, точно. Серенький лирок и колбасу твоего волоса. И сырок, да. Лирок, у нас, знаешь, у него рифма с сырком. Лирок, сырок. Ну что? Ну что, земляне, сиди, сейчас подам тебе сырку. Наталья Белова своих своих любимцев, она их подкупает сыром. Я тоже. Видите, у меня сырочек есть. Я же, знаешь, собачки любят сыр. Нет, они колбаску больше любят. Ну, Мируська, подожди. Мируська, Мирочка. Пошли, садись. Но, дело в том, что сырочек, конечно, больше полезен, чем колбаска. Колбаска, она жирненькая. Так, ты можешь культурненько съесть. Не так, что ты, как будто, ни разу в жизни не видела сыра. Вот, как будто, вот, каждый день ешь, вот, по 100 килограмм в день. На, вот так раз. О, вот, умничка. Вот, Наталья Белова. Привет, вашей Николь и вашему Сереге от нашей Мирочки. Потому что, я когда узнал, что они оказываются, но я когда снимаю собачек, я обычно в руке держу колбаску. А Наталья Белова держит сырок. И вот, они так смирненько сидят, собачки. Нет, у меня нет ни сырочка, ни колбаски. И она этот секрет выдала. И я теперь вот купил сыра. Буду тоже своих, вот так, приучать к внимательности. Ну что, замерли, сейчас вылетит птичка. птичка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...